МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отдалённым районом особое внимание. В Махачкале прошла конференция по развитию горных территорий. Честь дней с конференцией. Конференция через замечательный чат. Заслуженная награда. Лидер мусульман республики удостоен ордена дружбы. Парад юбилеев дагестанских районов. На этой неделе праздновали ахтынцы. О состоянии и перспективах национальной политики в республике побеседовали с гостем программы, профильным министром Энриком Муслимовым. Здравствуйте! Это «Итоги недели» на канале ННТ. И я, Мурат Ахмедов. В Дагестане на неделе побывал министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв. Он посетил научно-практическую конференцию развития горных территорий, которая прошла в Дагестанском государственном университете народного хозяйства. Министр подчеркнул, что проведение встречи в таком формате необходимо для понимания развития горных территорий. Главная задача – помочь сохранить и приумножить количество жителей в отдалённых районах республики. Сделать их жизнь комфортнее. Мы здесь были очень гордые люди, которые связаны с страной. История, и настоящее, и будущее. И здесь, в самом хорошем смысле, мы предстоит ли Миндавказа, Мурат Ахмедов, это был хороших лоббистов, это был закон. Тем более, что такой закон о развитии горных территорий уже принят в Дагестане. Он как раз и будет способствовать тому, чтобы уровень жизни проживающих в городах населения повышался, чтобы люди, которые так живут, могли давать достойное образование своим детям и сами повышать свою квалификацию при необходимости, чтобы могли получать другие свои социальные поддержки. И чтобы был ликвидирован недостаток качественных коммуникаций, в том числе и торговых коммуникаций. В свою очередь, глава республики Владимир Васильев подчеркнул, что почти треть дагестанского населения живет в горных районах. В этой сфере очень много проблем, которые постепенно общими усилиями надо решать. На развитие горных территорий уже выделено более миллиарда рублей. Сегодня для того, чтобы в горах человек мог себя чувствовать достойно, очень важно воросновшение. Только везде вода, иногда парить участок нечем. Люди у нас живут, к счастью, и трудоспособность сохраняют, длительный возраст. И как тяжело в таком взрослому человеку это сделать. Это наша задача. Мне приятно доложить вам, мы это с вами заявляли, когда говорили в послании, готовили его вместе с нашим парламентом. Мы выделили миллиард 900 рублей в этом году. Я не осваиваюсь, следим за этим. Поэтому я благодарю и парламент, и общественные организации за тот контроль, который вы осуществляете. Он нам очень необходим. Эти деньги должны быть срасходованы до рубля в целевой порядке. Так вот из них 1,3 миллиарда – это горные районы. Горные районы. Владимир Васильев также напомнил, что 50 выпускников педагогических вузов республики в этом году направили на работу в сельские школы. В регионе и за его пределами известны имена многих предпринимателей дагестанцев, которые занимаются сельскохозяйственной деятельностью. Таких людей нужно непременно поддерживать, отметил глава региона. На встрече с главой республики Владимиром Васильевым министр по делам Северного Кавказа также заверил, что компенсации пострадавшим в марте от пожара жителям села Тесея Китли и Цумадинского района будут выплачены уже в этом году. Сергей Чеботарев подчеркнул, что необходимые средства для восстановления жилья будут перечислены в полном объеме и в срок. Дагестан – первый регион ВСКФО, который получил санитарный вертолет в рамках нацпроекта здравоохранения. Теперь летучая скорая помощь будет экстренно заставлять пострадавших в медучреждения. В то же время врачи прямо на борту смогут оказывать первую медицинскую помощь пациентам. Вертолет со временем будет оснащен всем необходимым модульным оборудованием. Все то, что необходимо для того, чтобы и курить пациента с оказанием квалифицированной помощи с элементами даже специализированной. Это очень важно, что пациент, во время эвакуации будет получать всю необходимую медицинскую помощь. Дагестан будет поставлять в Москву капусту, морковь, виноград, свеклу, яблоки и сливы на общую сумму 118 миллионов рублей. На агропромышленной выставке «Золотая осень», которая проходит в эти дни в столице России, было заключено соглашение между СПК «Стимул» из Кизлярского района и столичной компанией «Три яблока». Комментируя подписание выгодного контракта, министр сельского хозяйства республики Абзагир Гусейнов отметил, что подобные договоренности позволят вывести из тени многих сельхозтоваропроизводителей республики. Мы решили до конца захватить весь рынок из-за качественных сыров. С маленькой иронией, говоря об этом, но с другой стороны, с большой долей объективности. Вот перед нами три сыра. Один сыр молодой, ему 30 дней, каламбер. Другой том, это смешанный сыр между козьим и коровьим молоком и гриер. Все три вида – это сыры, которые имеют максимально коммерческую, скажем так, ценность. Но самое главное, что он сделан дагестанского молока и дагестанскими руками. Эти сыры, в прошлом году мы их не представили, потому что у нас не было такой индустриальной партии. А сегодня 3-4 территории России уже просят у нас по франчайзингу, что мы открыли у них эти сыроварни именно под тот ассортимент, который мы предлагаем. Дагестан готов к запуску поровного сообщения с Исламской Республикой Иран. В Махачкалинском морском торговом порту есть вся необходимая инфраструктура и мощности для того, чтобы это осуществить. Как утверждают представители предприятия, сейчас ведутся переговоры по запуску морского сообщения во втором квартале 2020 года. Только благодаря этому проекту удастся наладить перевозку 1 миллиона тонн продукции, производимой нашей республики. Это рис, баранина, овощи, а также товары промышленного назначения. Муфти Дагестана награжден Орденом Дружбы. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал накануне. Награды шейх Ахмат Афанди удостоен за заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, а также за активную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами. Более 20 лет духовный лидер мусульман республики работает во благо людей. Эксперты считают его одним из тех, кто предотвратил гражданскую войну на земле Дагестана в тяжелые 90-е годы. По его инициативе открыты и работают десятки социальных учреждений. Проводятся сотни мероприятий по налаживанию и гармонизации межконфессиональных и межнациональных отношений. Подробнее о заслугах мудрого наставника верующих. Материале Хамзы Нурмагомедова. 98-й год. Экстренное совещание ученых республики. Выбирает муфтия. Никто не берет на себя эту тяжелую ношу. Не прошло и двух дней, как до этого убили предыдущего духовного лидера Саид Мухаммада Абубакарова. Собравшийся предлагает кандидатуру Ахмада Абдулаева. Он не смог отказать. Решение далось нелегко. Прежде всего в эмоциональном плане. Саид Мухаммада очень много критиковали. И я не считаю себя лучше него. Но если вы посчитали меня достойным, то я готов. Это было время разобщенности и низкого уровня религиозного образования, когда экстремистские течения внедряли в умы молодежи свою губительную идеологию. 99-й год теперь уже история. Банды международных террористов под началом Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан. Позиция муфтия в те трагические и судьбоносные для республики дни принципиальная. Любой ценой защитить родину от бандитов. Его заслуги знают нынешние представители власти. И хорошо помнят бывшие. Муфтий наш, те, которые его знают, знают, что он тихим голосом говорит. Но тогда, когда началась война, и он обращался к народу, его слышали все. И в горах, и на равнине. Его слышали и верующие, и неверующие. Они поверили муфтию, который говорил, что эти бандиты ничем общего не имеют с религией. Что они не вправе объявлять джихад и действовать против нашей республики. Сегодня... После этих событий муфтия берет курс на активную просветительскую деятельность. Под его патронажем открываются мадресы, школы, сузы и даже вузы, где помимо светского образования студенты получают и духовную подпитку. В тысячах мечети республики призывают к межнациональному и межконфессиональному согласию. В этом направлении работают телевидение, сайты и газеты. Шейх сам преподает и наставляет людей на путь истины. Выпустив авторскую книгу «Благонравие праведников». Его задача – повысить уровень образования, чтобы люди не заблуждались и понимали, что истинный ислам призывает не к войне, ненависти и раздору, а к дружбе, любви и простанию родного края. На шестом межрелигиозном форуме, который проходил в начале этого месяца Муфти, ставит перед собой, казалось бы, нереальную задачу – сделать так, чтобы жители других регионов России отзывались о дагестанцах только с положительной стороны. Но шейх уверен, общими усилиями это будет достигнуто. Еще один самый крупный проект Муфтиата – это строительство духовного центра имени пророка Исы, мир ему. Народная стройка успешно продвигается. Уже сейчас она объединила в себе практически все слои населения, независимо от национальности и вероисповедания. Недавно одну из ее аллей назвали в честь трех конфессий. Представители ислама, иудаизма и христианства вместе посадили более двухсот деревьев. Управлять этой сложнейшей, противоречивой такой системой надо обладать колоссальными качествами, системным мышлением и, самое главное, скромностью и спокойствием. Это такая личность, с моей точки зрения, одна из самых, если не самая уважаемая личность в современном Дагестане. Чиновники, политики, профессора, работники разных сфер признают неоценимый вклад муфтия в дело сохранения мира и согласия на земле Дагестана. И вот глава государства 4 октября подписывает указ о награждении духовного лидера мусульман республики Орденом Дружбы. Заслуженная награда настоящего духовного лидера, патриота и гражданина. Дагестан – один из самых многонациональных и многоконфессиональных регионов России. Вместе с тем, исторически в стране гор практически никогда не было конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве. Почти 30 лет в республике существует Министерство по национальной политике, ведомство, которое в разные годы называлось по-разному, но от этого не менялись поставленные перед ним задачи. В этом выпуске мы беседуем с министром по национальной политике и делам религии Дагестана Энриком Муслимовым. Энрик Селемис, салам алейкум. Валейкум салам. Вы только что вернулись с большого мероприятия, которое проводили, посвященного годовщине трагедии в Беслане. Мы сами в Дагестане недавно отмечали 20-летие отражения нападения террористов на республику. Насколько необходимы вот такие форматы? Потому что многие считают, что само существование Министерства по национальной политике не оправдано. Некоторые горячие головы. Как вы это парируете? Каково ваше видение именно работы Министерства? Здравомыслящие люди понимают, что в самом многонациональном регионе России такой орган, безусловно, необходим. Как вы себе это видите? Давать оценку самому себе это как-то не очень правильно, наверное. Но давать оценку деятельности Министерства можно, нужно, потому что не то, что это не нужно. Это самое важное Министерство. Не потому, что я сегодня являюсь министром, а потому, что направления деятельности этого Министерства они разноплановые. Министерство рассматривает несколько направлений. Это национальная политика, это работа с общественными объединениями, их у нас очень много, кстати, свыше трех тысяч, активно работающих свыше трехсот. Это работа с мигрантами, то есть их социально-культурная адаптация. Это три крупных направления. Более того, сегодня мы, Министерство по национальной политике, делам, религии, являемся уполномоченным органом профилактики экстремизма. То есть будет со следующего года принята программа по профилактике экстремизма. А что касается проводимых мероприятий по другим направлениям, это значит духовно-нравственное воспитание, духовно-нравственное воспитание людей. А вот куда-то одно из основных направлений, это направление по взаимодействию с религиозными организациями, образовательными учреждениями. Это огромный пласт. Вот буквально сейчас необходимо организовать работу по категорированию всех религиозных организаций, которые находятся на территории Республики Дагестан, и их без малого свыше 2600. То есть это огромная работа, которую необходимо провести. А вот патриотическое воспитание, проведение дней Республики, работа в субъектах Российской Федерации, гуманитарные вопросы, вопросы трудоустройства, взаимодействие с органами исполненной власти и силовыми структурами в субъектах Российской Федерации. Это все аккумулируется в министерстве. Мы с гордостью на всех площадках говорим, что у нас в Республике нет межнациональных конфликтов, чисто межнациональных конфликтов. Возможно, что какие-то замельные вопросы, вопросы воды и так далее других, вот это могут быть, переходить, значит, провоцированные, проецированные, допустим, как-то в национальное. А межнациональных калифитов нет. И это правда так, на самом деле, если более того, межнациональных тоже нет. Но для того, чтобы их в дальнейшем не было, это нужно, конечно же. Тут тоже нужна профилактика. Ну, у вас есть какой-то вообще алгоритм отработанный, вот когда происходит какое-то чрезвычайное происшествие в веренной вам сфере? Дело в том, что когда дагестанец совершает какой-то героический поступок, нередко за пределами Дагестана, он тут же становится россиянином, его приглашают на федеральные каналы, а если он совершил что-то постыдное, то он так и остается дагестанцем и уже в совершенно другую плоскость уходит. Но все-таки многим людям нужна бывает правовая поддержка. Я знаю, что вот в Ростовской области какие-то проблемы там возникали у наших Чебанов, в Савопольском крае. Какой-то алгоритм отработанным номинациям в плане взаимодействия с соседними регионами, с подобными органами в соседних субъектах? Да, конечно, да есть взаимодействие, это в первую очередь личные отношения, личные контакты. А вот то, что вы говорите, россиянин, дагестанец, вот кстати, вот на полях шестого международного, межрелигиозного молодежного форума, который мы проводили в завершительных днях. Кстати, там в живом диалоге многие наши молодые ребята задавали вопрос руководителям Трехконфессий, руководителям Ордана исполнительной власти именно на эту тему. Вот там отвечал нас Владыка Варлам, он говорил о том, что есть стереотипы, которые потихоньку уходят. Вот я вот могу, вот комментируя ваше высказывание, сказать о том, что посмотрите даже буквально 7-8 лет назад в средствах массовой информации и сегодня. Здесь вот как раньше там дагестанец убил, дагестанец и грабил такого. Картина меняется, безусловно. Очень, безусловно, меняется в лучшую сторону, в лучшую сторону. И в этом в том числе тоже заслуга представителей. То есть вот я недавно был в Краснодарском крае, там в ходе встречи с силовыми структурами они обращаются к нашему представителю, чтобы оказали содействие в том, чтобы наши дагестанцы, земляки дали показания по одному из уголовных дел. То есть это о чем говорит? О том, что даже правоохранительная структура обращается к представителю для того, чтобы уладить. Потому что понятно, что на территории каждого субъекта они не хотят никаких межсоциальных конфликтов и это правильно. То есть тем более, если это связано с дагестанцами, там с другими нашими соседними субъектами и они стараются это, чтобы не расходило. Есть еще юридическая сторона у нас там, да, кто кого наказал. Еще и продолжение этой истории там, мы все равно не оставим, мы там тебе накажем и так далее. Чтобы это на их территорию не было. Поэтому они обращаются к представителям в первую очередь. Сколько сейчас представительств Дагестана в регионах России? В 44 регионах сегодня России назначены представители. Но мы проводим работу... Они в зоне вашей ответственности? Да, они в зоне нашей ответственности. Наше министерство. Дело в том, что моя позиция как министра в том, что даже там, где в субъекте хоть 100 человек дагестанц есть, нам представитель нужен. Почему? Потому что, во-первых, они на общественных началах. То есть люди, представители в большинстве своем, сами вкладывают свои деньги. Состоявшиеся люди. Да, они состоявшиеся люди. Они успешные люди. Они хотят, чтобы Дагестане не говорили плохо. Они хотят показать Дагестан с лучшей стороны. Именно поэтому чисто своих побуждений таких, патриотических, они организовывают мероприятия подобные сегодня, что проходило в Доме дружбы. Там, в субъектах, они взаимодействуют с органами исполнительной власти, с словами структурами, с общественными объединениями, с духовенством. Только для того, чтобы было комфортно тем, кто приезжает и находит свое постоянное место жительства в том или ином субъекте. То есть они сами тратят свои деньги. Почему бы нет? То есть я имею в виду назначение расширения. Недавний межрелигиозный форум, который прошел в Дагестане, это одно из крупных мероприятий, которое было организовано под патронажем министерства. До этого проходил форум соотечественников. Насколько важны такие форумы? Что показал, что дал именно этот форум? Какие заметки на полях вы сделали для себя? Вот иногда люди говорят, вот они проводят форумы, тратят бюджетные деньги. Есть такое мнение, а какая цель? Вот честно скажу, что я каждое мероприятие рассматриваю с конечного результата. Что мы получаем в результате проведения того или иного совещания, конференции, форума? Вот что мы получаем в этом форуме? Могу сказать, что этот форум был организован, я говорю, не мое мнение, а по мнению тех участников этого форума на очень высоком уровне. И погода соответствовала этому на территории санаторий Каспии. И мы что новое внесли для того, чтобы показать, что нам дал форум? Потому что он же ежегодный, шестой раз подряд проводят. Дело в том, что мы работали там по секциям ежедневно со 150 участниками. Именно столько они должны были быть на этой площадке. Но мы расширили немножко пределы этого форума. Это тоже новизна этого форума. Это то, что мы перенесли эту площадку в Дом дружбы, где помешается свыше 900, около 1000 человек. Именно столько людей, студентов, молодежи мы пригласили туда. И перед ними выступили с выступлениями муфтии Республики Дагестан, шейх Ахмад Афанди, владыка Варлам, представители иудейских общин Валерич Мишдебияев. И вторая часть была живой диалог. То есть они задавали вопросы без подготовки, свободном доступе, микрофон и так далее. То есть они отвечали на все вопросы. То есть ребята увидели, что с ними можно разговаривать напрямую. Многие это говорили, когда выступал владыка Варлам, наши ребята, мусульманы, говорят, слушайте, после завершения нам показалось, что выступает имам. То есть настолько схожи основные идеи, подходы, положение религии к жизни, к требованию к жизни, к составляющей существованию. То есть этим они показали не только участникам международного форума, но и огромной аудитории, что не только можно, но необходимо, нужно вместе работать, вместе просвещать, вместе жить в республике, в мире и согласием между конфессиями. То есть вопросы о том, которые раньше возникали, можно ли пойти поздравить религиозный праздник одного другого, на этот раз не возникало. Это первое. Второе. Вы знаете, что идея нашего главы Владимира Абдулевича посадки зеленых насаждений. Зеленые километры. Да, зеленые километры. Вот участники форума подхватили эту идею и около строительства культурно-просветительского центра имени пророка Исы посадили вместе с председателем правительства, с руководителем администрации главы правительства, с Дуном Артемом Алексеевичем, Ивановым Владимиром Валерьевичем, общественными организациями. Все три конфессии во главе аллею трех конфессий. Значит, свыше 200 зеленых насаждений, деревьев. То есть пройдут годы, эти ребята, которые принимали участие, они вырастут, у них будут семьи, появятся дети. И уверен в том, что они вернутся туда и обязательно посетят вот именно эту аллею. Меньше ова, как говорится. Показывать, вот это тоже результат. Ну и третье, тоже новое, что было и будет, вернее. То есть на этом форум мы решили не завершить. То есть с итогами форума все представители трех основных наших традиционных конфессий будут посещать высшее учебное заведение, среднеспециальное учебное заведение школы для того, чтобы рассказать и продолжить разговор о том, что было на форуме и, значит, в новом языкающим вопросом. То есть вот этот до следующего форума. А следующий форум обязательно будет. И еще скажу вам, что очень большая обновляемость участников форума. А вот и среди ВИП-гостей они просто были поражены тем, что как четко проходит и именно какое значение имеет этот межрелигиозный форум. Вот муфти Новосибирска сказал, что я обязательно проведу в Новосибирске и даже в этом году. Правда, такие масштабы не смогу, но хотя бы мини проведу. В Дальнем Востоке так же говорили. Вот с Русской Профессиональной Церкви они вот дали очень высокую оценку. Мы, говорят, нигде не видели, чтобы вот так вот вместе все... И еще одно. Хочу сказать, что начиная с шлагбаума, с охраны в Каспии и завершая обслуживающим персоналом в столовой, они говорили, что такие хорошие ребята собрались на форуме, что ни одного инцидента они не допустили. Ни одной жалобы, чтобы со стороны дирекции, администрации санатория не было. То есть это тоже говорит о высокой культуре и участников, и организаторов, и всех. Ну и каждый участник, по сути, становится проводником тех идей, которые были озвучены. Да, совершенно верно. Это уже они вот как лица, прошедшие вот это обучение, типа получившие определенные сертификаты, которые могут пойти, диплом или который законно завершили в учебное заведение, могут пойти и все то, что услышал, провести, то, что узнал, провести это уже в молодежном стратегии. Там, где они работают, там, где они занимаются общественной деятельностью, там, где они проживают. Вот даже со субъекта приехали, каждый день поедет, скажешь, слушайте, в Дагестане так классно, в Дагестане такие хорошие ребята, там так здорово жить, безопасно. Это уже в тысячу раз сильнее, чем они прочтут в газете или там в Инстаграме. Интернет очень наэлектризован, даже сейчас, когда ситуация меняется в положительную сторону. Но, тем не менее, молодежь получает информацию именно из интернета. Поэтому очень важен именно эффект личного присутствия. Тут с вами соглашусь. Но вот что делается именно в информационном плане для того, чтобы эти волны негатива сбивать по линии вашего министерства? Ну, у нас активно идет работа именно в сети интернета. И более того, мы мобилизуем не только наши министерства, но и общественные организации, которые все фокусируются на нашем министерстве, духовные организации, потому что у нас одна цель. Поэтому весь контент, который они выбирают, тех, которые по своим социальным сетям, различных площадках, это получается огромное количество молодых, которые подписаны друг на друга на различных площадках. И вот таким образом передается. С этого форума были очень много прямых включений, было публикации. Вот они, ребята, говорили о том, чтобы они уже между собой в социальных сетях переписывались, передавали информацию. Вот эта работа, которая сегодня, к сожалению, к сожалению, сегодня молодые люди многие не хотят там большие тексты читать, писать. Вот они вот хотят короткую. Инстаграм зашел, посмотрел, вышел. Из этого делают, к сожалению, еще и выводы. Ну, нам тоже нужно переформатировать, именно вот таким образом передавать объективную, не столько необходимую, но объективную информацию в социальных сетях. Темп жизни ускорился, он диктует свои правила, конечно же. Абсолютно верно. Потому что то, что было в прошлом году очень хорошо, уже сегодня, может быть, вообще не годится. То есть она настолько быстротечна. И информационная технология развивается очень быстро, что, я же говорю, это просто нужно постоянно на пульсе держать все это. — Помимо национальной политики, ваше министерство еще занимается делами религии. Как вообще в рабочем режиме осуществляется работа с религиозными организациями? — А вы знаете, я сам был поражен. Вот настолько они, духовные лидеры наших основных конфессий, простые. То есть мы можем в любое время поднять трубку, позвонить. Нам нужно это. То есть никаких согласований, никакой там программы для того, чтобы встретиться, обсудить. Нет необходимости. И в этом очень большая заслуга вот именно их самих. И как между собой, так и с органами смыслной власти. И вот для этого, для республики это большая находка. Вот наличие этих руководителей. — Буквально недавно президент России подписал указ как раз о награждении лидеров наших религиозных общин, лидера иудейской общины и мухтия республики шейха Ахмада Афанди. Как вы можете прокомментировать это и оценку, собственно говоря, вы уже дали их работе в этом контексте? Что вы можете сказать? — Ну, вы знаете, они все, как мне кажется, скоро все троем получат эти ордена дружбы. Ну, я думаю, что это им самим не столько это награда. Вот как сегодня мухтия сказал, это не мне, а вот нам всем. Всем тем, кто работает в этом направлении. Всем тем, кто работает с молодежью. Всем тем, кто смог посмотреть 20 лет назад, 10 лет назад. — Что представляло из себя идеологическое поле в Дагестане. — Вот что случилось, что было и что стало, это результат общей работы. А так, вполне заслуженные награды, заслуженных людей. Почему? Потому что от них очень большая помощь. Вот от каждой конфессии, когда, вот даже последнее, вот мы от аналоговой переходим к цифровому телевидению, да? Вот надо довести до всех, что это необходимо, что завтра они будут показывать телевизор, чтобы потом не было, это же вопрос социального характера. Вот уже обращается в министерство наше профильное для того, чтобы в театр организовал на сегодняшние пятничные намазы сообщение, проповеди о том, что необходимо, чтобы довести до людей. Вот даже свежие говорю. То есть это вопросы как и государства, так и жителей республики. То есть они во многом совпадают. И там, где они совпадают, они работают отлично. Ну, коль уж вы заговорили о телевизоре и вообще о средствах массовой информации, не могу не спросить о том, поскольку у нас республика с преимущественным мусульманским населением, и вы помните недавно возникшие, причем неоднократно, такие неприятные ситуации, скандальные, с отменой концертов, громкими заявлениями, какими-то даже угрозами. Вообще, как вы для себя представляете, как руководителю полномоченного органа государственной власти в этой сфере, решение вот таких вопросов, мирное разрешение таких ситуаций и вообще, может быть, предупреждение их возникновения? Это очень, на первый взгляд, легкий, на самом деле тяжелый вопрос, трудный вопрос. Есть две стороны. Первая, это юридическая сторона. А юридическая сторона, если мы возьмем, то Дагестан, это Российская Федерация. Здесь, как на всей территории Российской Федерации, действует закон о Российской Федерации. Вот такие концерты и так далее, то есть они, с точки зрения закона, не могут быть запрещены, пока нет решений суда, пока у них есть там соответствующие удостоверения на показ, на просмотр и так далее, и так далее, то они могут быть, значит, показаны. Но с другой стороны, вы, как отметили, здесь необходимо учитывать местные традиции, то есть 95% или 90-95% у нас мусульманское население, и поэтому сам показ таких, значит, публичных демонстраций, там, определенных ситуаций вызывает, ну, ошесточение, там, где-то непонимание, недопонимание. Поэтому это обязательно надо учитывать. Это об этом не то, что я, но и на самом высоком, на высших расшелах власти тоже об этом говорят. Но я бы здесь хотел еще и другую сторону. Я полагаю, что запретами такие вопросы не достигают своей цели. То есть нам нужно, в первую очередь, говорить о нравственном воспитании людей, чтобы им это не было интересно смотреть. Пока есть спрос, будет предложение. Да. Мы закроем здесь, не допустим. Но они же свободные люди в свободной стране. Они могут выехать в другие субъекты и спокойно то, что им нравится смотреть. Вот поэтому, в первую очередь, мы должны к своим сестрам, дочерям, сыновьям, женам вот с ними разговаривать, чтобы они не ходили, не смотрели, говорили. Вот то есть воспитывать их. А уж потом, ну, это моя личная такая сугубо точка зрения, вот если мы это достигнем, то даже запрешать ничего не нужно. Само собой отпадет, потому что не будет спроса. Ну, настолько я правильно смог объяснить. Ну и в завершение я хотел бы вернуться к недавнему 20-летию разгрома бандформирований. Уже целое поколение выросло, людей, которые родились после этого. Насколько важны уроки тех дней для нас сегодняшних? Ну, вы знаете, очень легко, конечно, нужны. Вот только что мы завершили мероприятие, посвященное, мы так его и назвали, Дагестан 1099, Беслан 2004. Параллель такая. Вот 20 лет разгрома бандформирования международных и 15 лет после нападения террористов и захвата заложников в Беслане. Которые, по сути, являются звеньями одной цепи. Это одно и то же, да. Это не две судьбы двух республик, а одна судьба одной страны. 335 человек убиты, погибли 15 назад в Беслане. А в Дагестане 226 погибших среди вооруженных сил Российской Федерации. Это 1999 год. 186 детей погибли при захвате школы номер один в Беслане. А ополченцев 25 человек погибло в Дагестане. 53 сотрудники правоохранительных органов, 108 мирных граждан и так далее. Кроме того, почти полторы тысячи милиционеров наших дагестанцев погибло. Это если брать не только эти события и дальше. По 90-20 лет назад почти полтора тысячи домов разрушены полностью. 12 населенных пунктов. Почти 17, ну, около 18 тысяч людей, которые пострадали от наступления, нападения международных террористов. Конечно, об этом нужно говорить. Ведь в следующем году мы будем праздновать 85-летие в Великой Отечественной войне. Мы и сейчас говорим об этом, и будем говорить поколениям. Почему? Потому что, посмотрите, что происходит сегодня в современном мире. Уже истории Великой Отечественной войны переписываются. Итоги Второй мировой войны пытаются переписать. Уже добрались до 99-го года. Да, а что говорит 99-го? А вот об этом нужно нам говорить для того, чтобы это не повторилось. Это современная история. Если это какое-то далекое, которое, к сожалению, с каждым годом все меньше и меньше людей, которые знают о тех событиях, живых свидетелей, а здесь они вот, то есть те, которые повторили подвиг тех лет. Вот они сегодня выступал Загид, Смолавич Загидов. Ну вот он, живой герой Российской Федерации, который командовал ОМОНом, который защищал землю Дагестана, который не боялся, который выходил, который мог умереть. Но он не думал, реально человек не думал о себе. Он и сейчас не многословен. Вот сегодня выступая, он просто сказал о матерях Беслана и так далее. Ну, человек он не многословен, но он герой, реально герой. И таких у нас восемь, по итогам 99-го года, восемь героев дагестанцев в Российской Федерации. И в 41-45-х годах тоже достаточно было героев дагестанцев и тогда показали, и сегодня повторили. Хотя многие говорили о том, что после развала Советского Союза, что власть, денег, культ денег, сейчас без денег ничего не делается, никакого патриотизма, мужества. А вот оно. При том, что события 99-х... Опровергли все эти суждения пессимистов и доказали, что никакие деньги, никакая власть и культ денег не может помешать тому чувству, которое идет от сердца, патриотизма, любви к своей отчизне. Проявить свое гражданское мужество, гражданскую позицию. Да, что они с честью и достоинствами сделали. Поэтому всех еще раз поздравляю, и некоторые прошли, как в России, события, а продолжаются до конца года. Потому что вот сейчас мы выезжаем делегации в Волгоград, Ярославль, Санкт-Петербург, это Калининград, Ставрополь, это те, которые уже в программе есть. Еще будут, потому что во всех субъектах проходят мероприятия. Кстати, хочу отметить, что огромный интерес на очень высоком уровне. Огромный интерес. Вот в Краснодаре было 300 с чем-то человек, зал огромный, и там принесли дополнительные стулья и просто стояли. И в течение трех часов никто туда не ушел. То есть по всей стране говорят о Дагестане и о том подвиге? Да, это, конечно, большая помощь президента Российской Федерации, потому что он тогда, 20 лет назад, сказал, видя, как они защищают свою республику, свою землю и еще больше полюбил дагестан, дагестанцев, потому что они защищали не только свою землю, но и территориальные целости Российской Федерации. А через 20 лет он подписал федеральный закон, он делен полномочиями как участника боевых действий всех ополченцев, которые принимали участие в 1999 году. Спасибо. Спасибо за мнение, спасибо за интервью. Успехов вам. Спасибо. Песни, танцы и вкусные угощения Ахтынскому району исполнилось 90 лет. Юбилейную дату южане отметили весело и с размахом. Сюда съехались гости из разных уголков Дагестана. Праздник посетил и вице-премьер правительства республики Рамазан Джафаров. Почетную делегацию встречали хлебом и солью. В честь праздника развернули национальные Майданы. Здесь же всех желающих угощали национальными блюдами и сладостями. Но больше всего гостей привлекла ярмарка знаменитых Ахтынских яблок. Посетители смогли не только увидеть, но и попробовать различные сорта яблок, которые выращиваются в районе. Кроме того, каждое сельское поселение представило фото-выставку о выдающихся людях своего села, истории и культуре края, а также продовольственные товары собственного производства. Завершились торжества праздничным концертом. Акушинцам больше не нужно выезжать за пределы своего района для совершения банковских операций. В районном центре селения Акуша открыли дополнительный офис Дагестанского отделения Сбербанка. Более 20 лет жители района оплачивали коммунальные услуги, налоговые сборы и штрафы в других городах и районах республики. Теперь же в селе заработает новый офис, оснащенный всем необходимым оборудованием. Все четыре сотрудника, также местные жители, прошедшие необходимое обучение и стажировку. Большую поддержку и помощь в решении этого вопроса оказал депутат Народного собрания Дагестана Руслан Ерахмедов. Это начало, покажем еще дальше и расширение. Если в Акушах то, что мы сегодня открываем, то, что будет развиваться, будет больше клиентов, я думаю, поселу можно будет еще на перспективу крупные населенные пункты хотя бы начать с минимума, с банкомата. Потому что мы тоже в Акушах, когда первый раз вопрос стал об открытии банка, мы начинали переговоры с банкоматом. Ну, плавно-плавно пришли к офису, видите. Поэтому, где есть начало, там бывает и продолжение. Я хочу пожелать коллективу этого банка, я хочу пожелать самому Сбербанку дальнейших успехов, в развитии, поблагодарить вас еще раз от себя, от себя, от всех акушинцев. В России стартовал новый социальный проект по безопасности дорожного движения под названием «Однозначно». Социальная кампания проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мероприятия пройдут в 15 регионах России, в число которых вошла и наша республика. Камиль Девятов продолжит тему. Презентация нового социального проекта состоялась в конференц-зале Политехнического университета. Инициатива затрагивает все категории участников дорожного движения и призвана привлечь внимание населения к основным факторам риска на дороге и их профилактике. 7 мая вышел указ президента под номером 204 о национальных проектах Российской Федерации. Есть 12 направлений по всем отраслям, начиная с демографии, здравоохранения и так далее. В том числе отдельно идет направление проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Этот проект реализуется у нас в стране и в Дагестане с 2017 года. Цель проекта – напомнить водителям о важности правильного выбора скоростного режима. Логотип компании тому пример. Буква «О» в слове «однозначное» в виде дорожного знака с цифрой 60. Ничто иное, как призыв к водителям соблюдать разрешенный скоростной режим в городе. Почти половина, по большому счету, постоянно превышает. И здесь очень важна следующая цифра, которая на самом деле характеризует вообще отношение к вопросу скоростного режима на наших дорогах. Это 56% населения считают превышение на 20 км в час совершенно допустимым. Из-за халатности таких вот водителей, которые продолжают нарушать правила дорожного движения на дорогах, только нашей республике за 9 месяцев текущего года погибло 230 человек. Вчера 12-летняя девочка погибла. Погибла почему? Потому что, извините меня за выражение, извините меня, средства массовой информации, то, что один урод напился и позволил себе сесть за руку. Девочка, соблюдая правила дорожного движения, там, где нет тротуара, двигаясь по дороге, навстречу движения, как это необходимо, согласно правилам, идет спокойно, положительно характеризуется в школе. Учитель говорит, что это была радость, а не ребенок. В 12 лет оборвалась детская жизнь. Социальный проект охватит всю страну. Особое внимание уделено работе с детьми и подростками. Прививать культуру и пешеходам, и водителям на дорогах планируют масштабно и местами креативно. В ауле Меус-Сиша до Хадаевского района вот уже больше недели продолжаются сельские исходы и митинги. Народ выступает против, на первый взгляд, казалось бы, благородного и нужного дела – проведения воды в соседнее село. Но у людского возмущения, как правило, есть свои причины. Что именно не устраивает местных жителей, выяснял Апатимат Ханапова. Вот такими темпами они нас оскорбляют вообще. На нашей земле, мы хотим, на нашу землю что поставили. Но это дело нам не дают возможность. Это уже третий по очереди митинг в Меус-Сиша. Причина недовольства – проведение водопровода до районного центра Уркарах через их территорию. Основная претензия – власти утвердили проект неправомерно. Ведь по закону о местном самоуправлении он должен был быть согласован и одобрен на сходе села. По словам собравшихся, такого не было. Мы хотим законным путем, никого не оскорбляя, никого не обижая. Нашу территорию, чтобы оставили покой, и больше ничего не хотим. Все, вот то, что я говорю, это слова всех людей, которые здесь существуют. Народ вообще ничего не знает, и начали копать, начали строительство водопроводов. Меус-Сишинцы отмечают, воду в райцентр можно провести гораздо с близкого расстояния и за меньшие деньги. Если от источника Бутаула, откуда собираются по проекту проводить водопровод длиной более 20 километров, то всего в 8 километрах от райцентра Уркарах есть природные родники, никем не используемые. Гораз целесообразнее было бы проводить воду именно отсюда, считают местные жители. Провоцируют нас, мы ни с кем не хотим воевать. Если бы не было уркарахской воды, разговоры не поделились бы. У них собственной воды полно, достаточно для своего дела. Дальше поедем, увидимся. Это уркарахская земля и уркарахская вода. Они ее оставляют, идут на нашу воду. Свою воду, не знаю, для чего не трогают. По принципу, чужой вперед, свою потом в любое время можно съесть. Намного быстрее, проще, беспроблемнее. Отсюда ближе до уркараха, чем... Вот уркарах, пожалуйста. А от нас, где намеревается, они в воду забрать. 8 километров по нашей территории, общая, значит, 22 километра. Вариант водопровода искусственно удлинен, убеждены активисты села. Вот только зачем? То ли чтобы денег побольше освоить, то ли точат глаза на ресурсы. По словам Меусишинцева, из-за проекта они потеряют доступ к лесу, к своим пастбищам и сенокосным полям. Земля в местности Бутаула плодородная. Да и природа там на загляденье, утверждают селяне. Там и сенокосы, и земля наша. 150 гектаров лес наш, колхозный и остальные сенокосы там. Огромные гектары уничтожают сенокосы. О том, почему водопровод было принято проложить именно по такой длинной траектории, остается только догадываться. Однако, как нам удалось выяснить, в Министерстве экономики по объекту имеется утвержденная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение госэкспертизы. И на него предусмотрены средства республиканского бюджета в объеме более 100 миллионов рублей. И самое интересное, в роли заказчика-застройщика выступает администрация Дахадаевского района. Деньги освоить, конечно же, дело нехитрое. Да и вода людям жизненно необходима. Но при этом вопрос, почему местная власть не согласовала проект с жителями села Меусиша, по-прежнему остается без ответа. Патемат Ханапова, Мурат Бекбарзов, новости ННТ, Дахадаевский район. Пообщаться со спецназовцами и ознакомиться с боевым оружием росгвардейцев смогли дагестанские школьники на этой неделе. В Каспийске прошел третий ежегодный фестиваль «Безопасный город». Все подробности в сюжете Зумруд Гамидовой. Здесь, на базе Каспийского ОМОНа, развернули показательную военную операцию. Сотрудники Росгвардии окружили преступников, которые скрывались в жилом доме. Подкрепление приезжает буквально через минуту. Бойцы СОБР здания берут штурмом. Город безопасности. Сегодня они задержали не настоящих преступников, а выстрелы и взрывы – всего лишь работа пиротехников. Такие эпизоды нередко бывают и в реальной жизни, но это не пугает тех, кто решил служить и охранять закон. Меня больше всего увлекает в этом – это защита моей родины, защита моей страны, потому что это в первую очередь меня очень сильно привлекает. Программа фестиваля была обширной, украсила праздники и музыкальное сопровождение в исполнении военного оркестра. Особой популярностью у посетителей пользовалась выставка беспилотников. Специально для детей в воздух подняли мини-вертолет, сделанный инженерами отряда. А еще каждый желающий смог почувствовать себя немного росгвардейцем и даже подержать в руках боевое оружие. Даже девочкам было интересно пощелкать затвор автомата или подержать в руках настоящую боевую гранату. Мне, честно сказать, оружие понравилось, чем слема, вот такие маски. Оружие интереснее. Да, а что, ну вот эти гранаты. Кульминацией фестиваля стали выступления сотрудников СОБР, которые показали навыки владения приемами рукопашного боя. Дети увлеченно общались с главным помощником саперов, немецкой овчаркой Дори. Кинологи познакомили ребят с четвероногими помощниками. Такие мероприятия, по мнению организаторов, прекрасная возможность подробно ознакомиться с историей и современностью войск правопорядка. А главное, дети будут понимать, насколько опасно неправильное использование оружия. В рамках этих мероприятий мы осветили работу подразделений специального назначения, также ОМОНов в республике. Показательные выступления провели. Кроме того, медицинские службы наших подразделений показали наглядно нашим детям, как вести себя при оказании первой медицинской помощи. Выставка тоже была проведена, показана детям оружие. Сейчас мы опять-таки детям доведем данные моменты, чтобы они понимали, что оружие является средством первоочередной опасности и очень осторожно и аккуратно с ним обращаться. Фестиваль «Безопасный город» проводится уже в третий раз. С каждым годом его география расширяется. Он стал доброй традицией не только у нас в республике, но и по всей стране. Замрут Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Первый в СКФО «Робот-гид» начнет проводить экскурсии в крепости Нарынкала в Дербенте. Робота зовут Мамет. Он умеет петь, читать стихи, общаться с туристами и запоминает более тысячи лиц. Ас-саламу алейкум, уважаемые жители и гости древнего Дербента. Меня зовут Мамет. Я из Магала. Жду вас на крепости Нарынкала, где я проведу для вас замечательную экскурсию. По словам руководства местного историко-архитектурного музея-заповедника, «Робот» будет радовать посетителей радушным приветствием, рассказывать им об истории Дербента, его жителях и архитектуре. Разработана умная машина российскими учеными и инженерами. И наши коллеги еще неделю будут над ним работать, чтобы приучить к танцам национальным, лесгинки, например, к стихам местных поэтов, к музыке, историческую справку. Узнаваемость лиц, диалог. И в последующем в работе, наблюдая за вопросником наших посетителей, мы будем корректировать работу робота. И важная информация для дагестанских телезрителей. До отключения аналогового телевидения в России остались считанные часы. Отключение аналогового ТВ в стране запланировано на 14 октября. Коснется оно только 20 центральных телеканалов. Региональные же телекомпании продолжат свою работу в штатном режиме и будут вещать в прежнем формате и качестве. Напомним, что в республике в аналоговом формате вещают телекомпании РГВК и ННТ. Существует также ряд телеканалов муниципальных образований. Принимать телесигнал от них будет возможно через обычные метровые или дециметровые антенны. Кроме того, практически вся территория Дагестана, 98%, уже находится в зоне, где доступно цифровое телевидение. В связи с этим жители республики смогут перейти на новый формат вещания без особых усилий. Владельцам цифровых телевизоров нет необходимости докупать стороннее оборудование. Переход произойдет автоматически. В случае, если телевизор не цифровой, нужно будет приобрести специальную приставку. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин